Завтра в Чкаловском райсуде Екатеринбурга начнется уголовный процесс по резонансному и трагичному весеннему ДТП в районе Керамики. В тот злополучный день, 25 марта 2022, бешеный бумер БМВ 5-й серии, за рулем которого находился 34-летний Алексей Бельков, уворачиваясь от наезда на Мазду, поворачивавшую с эскадронной на 2-ю Новосибирскую, вылетел на грязно-заснеженный тротуар и сбил 11-летнюю девочку. Тогда в день трагедии очевидцы утверждали, что из черного бумера лишь минут через 5 вышел молодой мужчина, перевернул школьницу, которая лежала, уткнувшись лицом в грязь, к себе поближе, и несколько раз, склонившись над телом девочки, повторил одну и ту же душу леденящую фразу «Как же так? Только не умирай!». Но школьница, возвращавшаяся домой после занятий по математике, умерла до приезда врачей скорой помощи. Тогда в марте, согласно предварительной информации, водитель Бэхи якобы сообщил гаишникам о том, что он двигался по 2-й Новосибирской со скоростью около 60. Но следствие установило, что Лихач почти в два раза превысил разрешенную в городе скорость в момент аварии черной БМВ, несся со скоростью под 120. Лихач признал свою вину и хотел заплатить за материнские слезы 300 тысяч. Но женщина отказалась принять от автоубийцы письменные извинения и деньги. Решил деньгами откупиться, но этот номер у него не пройдет. Написала женщина в соцсетях, уточнив, что она хочет, чтобы убийца ее дочери за свое безрассудство получил реальный тюремный срок. И потому, по словам адвоката потерпевшей стороны Евгения Ганжина, его клиентка отказалась принимать деньги от водителя БМВ, добавив на словах, что ее дочь не продается. К слову, у матери, потерявшей дочь, есть вопросы и к дорожным службам. Место, где насмерть была сбита школьница, назвать остановкой очень трудно. Это просто часть ремонтируемой улицы, заявил в комментариях юрист Ганжин. И добавил, что лишь после трагедии в этом месте поставили забор и перенесли остановку в другое место.